Вселенная похожа на отлаженный механизм полной движения. Спутники вращаются вокруг планет, планеты вокруг звезд, звезды вокруг центра галактики. Это упорядоченное перемещение обусловлено фундаментальными законами природы. Но есть ли у этого движения особая точка? Имеется ли у Вселенной центр? Для начала необходимо определиться, что же мы ищем. Что можно назвать центром Вселенной? Центральной точкой Солнечной системы считается общий центр масс всех составляющих её объектов, что практически совпадает с центром Солнца. Аналогичная точка существует и для Млечного пути, и для сверхскопления Девы, в которое входит наша галактика. Можно ли продлить аналогию и найти центр вращения для целой Вселенной? Если мы посмотрим на крупномасштабную структуру Вселенной, то увидим следующую картину. Звезды образуют галактики трёх основных типов – спиральные, эллиптические и неправильные. Если для первых двух типов определить центральную точку довольно легко, то для галактик неправильной формы сделать это намного сложнее. Галактики группируются в скопления и сверхскопления, которые, в свою очередь, образуют галактические нити. Эти нити пронизывают Вселенную, ограничивая области почти полной пустоты – войды. Эти огромные пустоты, способные вместить в себя тысячи галактик, хранят свои тайны. В сочетании с нитями войды образуют крупномасштабную структуру Вселенной. Однако в масштабах сотен мегапарсек Вселенная практически однородна. Её строение напоминает губку. Конечно, существуют масштабные потоки материи и точки притяжения, такие как тёмный поток и великий аттрактор. Однако их влияния недостаточно, чтобы претендовать на звание центра Вселенной. Пока что в наблюдаемой Вселенной не обнаружен объект, способный стать общим центром притяжения. Можно предположить, что если бы он существовал, то его влияние было бы всепроникающим, и не заметить его было бы трудно. Однородность Вселенной также следует из фундаментального космологического принципа, который гласит, что Вселенная обладает однородностью и изотропностью. Это значит, что в любой точке космоса и в любом направлении наблюдатель обнаруживает во Вселенной приблизительно одну и ту же картину. Космологический принцип был сформулирован на основе огромного количества наблюдений за удалёнными секторами Вселенной и применяется в масштабах сотен миллионов световых лет. Если земной наблюдатель очень внимательно посмотрит на Вселенную, то увидит шар радиусом 46 миллиардов световых лет с центром в Солнечной системе. Именно таково собственное расстояние до самого дальнего наблюдаемого объекта, хотя свет от него шёл к Земле приблизительно 13,8 миллиарда лет. Этот шар называется наблюдаемой Вселенной или метагалактикой. Однако считать себя центром Вселенной на основании этого факта равносильно тому, чтобы считать себя центром Земли на основании того, что находишься в центре круглого горизонта. метагалактика может быть как малой частью Вселенной, так и полностью покрывать её. И достоверно узнать истину пока невозможно. Итак, выраженного центра вращения современная Вселенная не имеет. Может быть, стоит подойти к вопросу с другой стороны? Согласно современным научным представлениям, Вселенная возникла приблизительно 13,8 миллиарда лет назад в результате события, которое принято называть «большим взрывом». До этого момента не существовало ни времени, ни пространства. Во всяком случае, в понятной нам форме. Кажется логичным предположить, что если есть взрыв, то есть и центр этого взрыва. Иначе говоря, точка, в которой всё началось. Попробуем заглянуть в прошлое. Последствия ранних этапов развития Вселенной наблюдаются до сих пор. Основными из них являются космологическое расширение пространства и реликтовое излучение. Можно ли, наблюдая за этими явлениями, понять, где находится центральная точка и была ли она? Космологическое расширение Вселенной представляет собой изотропное и однородное расширение космического пространства в каждой его точке. Может показаться, что измерив скорость и направление этого расширения, можно мысленно отмотать время назад и определить его центр. Однако, всё не так просто. Если провести прямолинейный расчёт, то окажется, что центр расширения Вселенной находится в непосредственной близости к Солнечной системе. Если увеличить точность наблюдений, то окажется, что большой взрыв произошёл прямо в глазу наблюдателя. Однако, если переместиться на любое другое расстояние, например, на несколько световых лет, мы обнаружим, что и в этой точке пространства находится центр разбегания космических тел. И это странное положение дел будет сохраняться в любой точке Вселенной. Представьте себе шар, наполненный воздухом, на котором маркером поставили несколько точек. Они неподвижны друг относительно друга, но если шар продолжит наполнять воздухом, то расстояние между точками увеличится. При этом ни одна точка на поверхности шара не может считаться центром этого расширения. Все точки удаляются друг от друга равномерно, а скорость этого удаления зависит от расстояния между точками. На основе расширения Вселенной определяется понятие горизонта событий. Так как скорость разбегания объектов зависит от их расстояния, то на определённой дистанции наблюдаемый объект начнёт удаляться от нас быстрее света. Согласно постулатам специальной теории относительности, это означает, что любое взаимодействие с ним становится невозможным. Можно считать, что объекты за горизонтом событий исчезают для наблюдателя. Что бы с ними ни случилось, мы об этом никогда не узнаем. С этой точки зрения Вселенная представляет собой шар с центром в точке наблюдения и границей в виде горизонта событий. Его радиус имеет разные значения в разных моделях Вселенной, но точно превышает 14 миллиардов световых лет. Однако любая другая точка Вселенной будет иметь свой горизонт событий, поэтому считать наблюдателя центром Вселенной не совсем правильно, так как таких центров будет бесконечно много. Итак, с помощью космологического расширения центр Вселенной найти не удастся. А что насчёт реликтового излучения? Реликтовым излучением называется высокочастотное фоновое излучение, которое пронизывает Вселенную во всех направлениях. Его температура составляет примерно 2,7 Кельвина и очень медленно падает из-за расширения Вселенной. Это излучение является важным источником знаний, так как возникло на очень ранних стадиях эволюции Вселенной в результате массовой рекомбинации протонов. Долгое время реликтовое излучение считалось однородным и изотропным. Это означает, что в любой точке Вселенной детектор, повернутый в любом направлении, должен показывать одинаковую плотность излучения. Однако в последние годы было обнаружено немало областей космоса, в которых это правило нарушается. Например, такими участками являются войды. В этих тёмных провалах температура реликтового излучения на доле Кельвина меньше фоновой. Существуют также и другие области Вселенной, нарушающие изотропию реликтового фона. Например, фотоны могут быть поглощены облаком горячего газа или попасть в мощное поле гравитации. Кроме того, так как Солнце вместе со своими планетами движется вокруг центра Млечного Пути, это движение приводит к смещению спектра реликтового фона в зависимости от направления измерения. Проще говоря, Земля убегает от реликтового излучения, направленного ей в спину, и бежит навстречу потоку, направленному в лицо. Из-за этого возникает эффект Доплера, смещающий спектр фиксируемого излучения в красную или синюю сторону соответственно. Однако все наблюдаемые случаи анизотерапии реликтового фона являются вторичными. Они являются следствиями взаимодействия излучения с тяжелыми телами или, наоборот, влияния войдов. Современная наука предполагает, что могли существовать и первичные отклонения, возникшие на самых ранних стадиях расширения Вселенной. Если бы их удалось обнаружить, это стало бы очень важным источником информации о событиях, которые происходили в первые секунды после рождения пространства и времени. К сожалению, экспериментально первичная анизотерапия реликтового фона пока не обнаружена. В конечном итоге ни одну точку космического пространства нельзя считать его центром. Вселенная расширяется одновременно по всему пространству, и выделить какой-то определенный участок невозможно. И в глобальном масштабе нет какого-то единого центра масс, вокруг которого вращалось бы всё пространство. Хотя, может быть, это загадочное место находится слишком далеко от нас. Точный размер Вселенной неизвестен. Ведь даже самые лучшие измерительные приборы человечества не способны достичь горизонта событий. Доступная нашим глазам часть космоса вполне может оказаться лишь крошечной каплей по сравнению с остальной Вселенной. И маловероятно, что человечество сможет познать её всю. Субтитры создавал DimaTorzok